так всем доброго времени суток и сегодня ко мне пришел на обзор телефон лиаго м9 ух у нас здесь аж 4 глаза и аппарат значится две камеры спереди две камеры сзади насколько это необходимо не знаю может на что-то влияет может не влияет а может вообще одна камера муляжа 2 так себе в общем посмотрим вот такая вот у нас коробочка пришла здесь коробочка матовая гладенькая прочная у нас выглядит коробочки коробочки так смотрим чего у нас там внутри внутри значит сам телефон у нас аксессуары даже положили силикон don't it не есть тоже вы есть будет интересно так аксессуар у нас вот такой вот коробочки помещена загадка учетом у нас шаровый силиконовый чехол то есть хорошо потом кабель у нас для зарядочки такой так положим на место и посмотрим что там у нас дальше тут у нас инструкции всякие это у нас по ходу гарантия гарантийная карточка только она не заполнена конечно ну ладно средное устройство у нас тут ладно это мы смотреть не будет обойдемся пока посмотрим на наш значит телефон сейчас мы снимем пленочку защитно вот это чтобы разглядеть его получше видите тут у нас такое почти давай 5d стекло да почти хотя принципе очень даже неплохо все скрыли но так снимем пленочку и как видим под транспортировочной пленкой у нас находится защитная пленка также сейчас посмотрим внешний вид у нас что тут у нас вот так смотрится все замечательно аппаратик такой увесистый здесь у нас решетка под динамик микрофон у нас смотрится довольно симпатично тут у нас две кнопочки регулировка громкости и перфорированная кнопка включения выключения сзади у нас вот так вот выглядит такой матовый пластик сканер отпечатка пальцев камера так сверху менючек для наушников и избитка разъем для заряда чьи ну что включим посмотрим что там у нас так пока положим и доберемся до нашего блока посмотрим сколько там у нас миллиамперчик здесь у нас конечно же made in china и у нас тут один ампер зарядка один ампер зарядочка я думаю так быстро зарядки здесь наверно нету поэтому один ампер заряжаться где-то будет два с половиной часами около трех батарейка здесь 2850 миллиампер час четырех ядерный процессор mtk 6580 сколько я помню типа энергоэффективные что самое главное 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной памяти две сим-карты micro sd поддерживает камера у нас на 8 и на 5 мегапикселей это назначено 5 это у нас на 8 так посмотрим у нас пароль это я уже это сама вот так введем так ну в общем то следующий экран очень даже неплохо смотрится а ну-ка поближе даже посмотрим как он там хороший экранчик мне нравится очень даже неплохой несмотря на то что здесь насколько я помню HD разрешение да так ну по-моему да должно быть HD HD разрешение у нас здесь IPS-экран углы обзора у нас здесь неплохие как видим все очень даже замечательно зайдем сейчас в настройки едут так посмотрим информацию о телефоне у нас здесь стоит Android 7 номерочка ну как видим вот Android версия 7 сейчас даже попробуем проверить обновление так зашли загрузить так уже даже без обновления пришло круто не успели зайти обновить позже обновить сейчас но обновим позже ладно это в принципе через час не столь важно вот главное что обновление пришло это в принципе хорошо для такого ценового сегмента есть даже кое-какая поддержка и в принципе сам аппаратик выглядит неплохо единственное что конечно на экранной кнопке вот эти как бы не прикольно так у нас здесь выглядит многозадачность все плавненько работает так что там у нас неплохо анимация хорошая все плавненько очень даже неплохо мне это нравится как то у нас видео интересно в ютубе воспроизводишь а ну-ка поглядим так а вот у нас полноэкранный режим даже есть вот в обычном режиме вот так делаем разводим у нас получается полноэкранный режим так а теперь надо выставить качество видео здесь 360 стоит почему-то 480 можно выставить хотя это видео full hd но это уже наверное все дело в телефоне так извиняюсь свой кашель в общем воспроизводить неплохо смотрю так не тормозить ничего в принципе даже нормально так что у нас тут смотрим у нас такой android немножко перерисованный экран у нас адаптивная регулировка camera vision есть на продукте окей режим изображения стандарт яркий будет яркий у нас так яркость у нас здесь на максимуме сейчас на минимум выставим минимальная яркость конечно не очень ну в принципе пойдет бюджетник так что что еще возбухать то здесь а так сенсор работает нормально еще в общем в полном обзоре загружу на него все тесты и все дела gps там касания сколько баллов набирают все это мы значит сопроверим так ну сейчас побылику камеру проверим как она работает так 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 ничего так в принципе очень даже пойдет очень даже пойдет очень даже пойдет так нормально в принципе качество неплохое сейчас еще посмотрим тут я на фронталку делал это на фронталку в темноте вспышка со вспышкой вот так вот выглядит но это я потом все в нормальном обзоре выложу это у нас фронталочка так фотографирует так тут у нас еще одна фотка есть ну ладно так собственно такой вот у нас сегодня на обзорчик приехал аппаратик и как говорится многозадачность работает очень даже неплохо да в принципе не тормозить ничего сейчас и все нормально тут у нас всевозможные функции фонарик есть сейчас включим фонарик так вот у нас светит фонарик в принципе вспышка то есть она средней яркости так что в принципе для фото достаточно в темноте можно нормально фотографировать так посмотрим еще что тут у нас экран уведомления звук громкость у нас на 80% стоит батарея что еще хотел проверить таймер включения разведем спецификация модель прошивка сборка общей информации наносим фонов еще сертификации модель это ладно потом antutu загружу в общем посмотрим и что то я блин еще хотел проверить но что то как то вот подзабыл а надо бы еще сим-карту вставить проверить как он там что работает не работает да сейчас попробуем вставить и кстати а ладно сим-карта подождет сканер отпечатка пальцев для тех у кого волнует вопрос как он работает то вот он как он работает он конечно задержка работает медленно ну в принципе нормально сейчас приложил палец разблокировался сейчас со второго раза так еще раз разблокировался 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 ну в принципе нормально дольше чем конечно на других аппаратах ну работает в принципе неплохо в принципе очень даже и найти его здесь очень легко он такой выемки находится здесь как видим ну вот так сейчас мы откроем нашу крышечку посмотрим что там у нас под ней лежит крышечка открывается очень туго вообще прям просто но это я считаю плюс чем минус потому что при падении телефон хотя бы не развалится вот и все останется на своих местах крышку можно крышка открывается очень круто и она такая очень упругая так здесь у нас как видим слот под micro sd micro sim-карт и nano sim-карт так батарейка наша ну сейчас наверно вставим вот эту самую карточку посмотрим может даже позвоним кому-нибудь так включим и даже кого-нибудь наберем проверим как звук работает так так закрывается тоже так плотненько туго это и есть хорошо все защелкнулось все отлично все замечательно сейчас мы даже кого-нибудь наберем по телефону и послушаем как он у нас звучит сейчас попробуем так телефон включился у нас окей изменить основную сим-карту да окей смена сим-карты подождите минутку хорошо так сим-карту он у нас увидел и сейчас мы позвоним и наберем а локи это я это телефон проверяю пришел там как как слышно нормально да хорошо слышно замечательно что это ничего обзор делаю нормально сироп еще не а когда надо было ну сейчас дам хорошо сейчас дам сюда ну давайте да тёмочки ага давай так ну что я вам скажу звук слышно хорошо и собеседник значит моя жена сказала что и меня слышно хорошо помех никаких нету все замечательно сейчас мы посмотрим еще надо же звук проверить динамика так у нас тут рингтон так 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 что есть так ну ну чё слышишь звук нормальный вообще динамик так играет хорошо думаю сюда неплохой ему давай все-таки динамик запихнуть решеточка большая не знаю мне там не видно конечно ну играет хорошо мне нравится звук разговорный у нас значит динамик работает хорошо сигнал передает хорошо меня слышат хорошо я хорошо слышу звук полифонического динамика отлично так батарейку все остальное протестируем собственно замечательно и как бы сканер отпечатка пальцев работает как видим конечно не ахти какой быстрый но принципе нормальный пойдет чё такой чё так работает все замечательно вот такой у нас хороший телефончик значится первое впечатление замечательное мне он полностью понравился единственное что увесистый увесистый такой тяжеленький телефончик не знает металл наверное исполнен похоже похоже на металл да что он такой тяжелый ну и конечно же батарейка сама тоже тяжеленькая вот такой вот у нас собственно сегодня приходит пришел на к нам на обзор телефон так что подписывайся на канал ставим лайки задаем вопросы в комментариях обсуждаем все это дело и в общем то будем ждать следующих до обзоров этого телефона так еще проведем тесты и посмотрим у нас сатана или не сатана так что всем спасибо пока пока